Героизм, проявленный узбекистанцами, настоящая школа мужества, источник гордости для нас. И даже спустя годы значимость их подвигов только усиливается. Согласно постановлению главы государства, особое внимание уделено тщательной подготовке к 75-летию победы. Оказание необходимой помощи ветеранам Второй мировой войны и Трудового фронта. Огромная работа проводится Министерством обороны во взаимодействии с другими организациями и фондами. Останки двух антижанских солдат, погибших на Украине во время Второй мировой войны, были привезены на родную землю. Репортаж Лолы Ракаевой. Это все, что от них осталось. Каски военнослужащих, прогнившие обмундирование с именами бойцов. Клочки писем, извлеченных из солдатских капсул, в которых с трудом читаются обрывки некоторых слов. Не сразу, но становится понятным аккуратным почерком написанные домашние и воинские адреса. Ничему не подвластное время природные явления и на этот раз сделали свое дело, уничтожив по максимуму все, что десятки лет лежало в земле после взрывов. То был их последний бой. Тучибой Мамадалиев и Квончбек Халиков. Оба родом из Антижанской области. Из Антижанского и Пахтабадского районов. В начале Второй мировой войны вместе ушли на фронт. Так сложилась судьба, что обоим пришлось воевать на Украине. И смерть приняли. Одну на двоих. В одном из сражений попали под вражеские обстрелы и взрывы. Их засыпало землей. Так и остались. Лежать в земле вдали от дома. Безымянными и без вести пропавшими. И только спустя годы в ходе поисковых работ на месте были найдены их тела. Точнее то, что от них осталось. Проведенные исследования и анализ подтвердили полученную информацию. И после переговоров с представителями Минобороны, местной администрацией и соответствующими организациями было принято решение о захоронении останков здесь, на родине. И вот наконец случилось то, что должно было произойти. Спустя годы останки геройски погибших двух военнослужащих из Узбекистана доставили на родину. И предали земле. В соответствии с национальными традициями и воинскими почестями. 96 тысяч парней. В самом цветущем возрасте они ушли на фронт. Это дети войны. Это солдаты войны. 40 с лишним тысяч их не вернулось на родину. Они остались на полях боя. Они показали твердость духа. Показали, как любят родину. Мы отдали дань, уважение, почести, подвигу этих великих сынов. Уже начата работа по поиску родных и близких героев. На церемонии участвовали представители администрации президента, Минобороны, Хакимята области, почетные ветераны. Молодежь, для которой увиденное не что иное, как наглядный пример. Открытый урок мужества и доблести.